Интересует вопрос о смысле нашей жизни, потому что мы думаем, мы знаем, что наша конечная цель это обрести любовь в Богу, почувствовать это духовное счастье, но это только на ментальном уровне остается. И спустя многие годы практик, спустя многие годы устремлений, познания себя до души, ты все равно, ты мальчику... Отношения с Богом реализуются через сердце, вот через эту зону. И для того, чтобы почувствовать удовлетворение от этих отношений, надо изучать реакцию Господа на ваши поступки. И в обычной культуре это называется голос совести. Когда человек занимается духовной практикой, то вы говорите сейчас о смысле жизни, но это начинается с удовлетворения, это начинается с отношений. И каждое действие, что значит осмысленное действие? Вот вы что-то делаете для Бога, допустим, повторяете молитву или делаете какую-то пользу кому-то, слушаете. Вы должны пытаться всегда обратную связь ловить вот отсюда, пробовать это делать. Это несложно на самом деле. И постепенно вы почувствуете, поймете, что такое ощущение ваше и ощущение Бога. Они отличаются. Потому что есть два вида счастья. Есть счастье покоя, уюта, комфорта. Ну и люди, все люди стремятся к счастью, это естественно. И самый простой вариант, это чтобы была работа, нормальная квартира, машина, жена, дети. Чтобы жить в Сан-Хосе, там, допустим, солнце, море. Ну, это очень приятно все. И это дает успокоение. Вот это счастье и успокоение мы все знаем. Оно нам известно, знакомо. Или беспокойство, или спокойствие. Но есть счастье, другой вид счастья. Это счастье глубокого удовлетворения. Как это вот, допустим, объяснить? Вот, допустим, ты сделал что-то кому-то хорошее, и такое возникло чувство такое глубокое внутри. Я разок, как помню, одна бабушка стояла возле шоссе. Вот, как это называется, вокруг Москвы, вот первое самое кольцо, садовое кольцо. Она встала, там 12, наверное, полос или 16 машин, все едет плотно. И она хотела перейти на ту сторону, требующих купить. А в переход она уже не может зайти, она старенькая, там, то ли слепая, то ли в ней колени не гнутся, я не знаю. Она встала там возле перехода и стоит, и хочет туда перейти, а там машины, но это невозможно. Я просто понял ее настроение, и я говорю, вы что хотите? Она говорит, я хочу хлебушка там в магазин. Я говорю, сейчас я вам принесу. Я сбегал, купил ей хлеба, возвратился, она взяла его, щупает, понял, что она ничего не видит. Ой, спасибо, говорит, спасибо большое. И у меня вот здесь вот сердце прямо такое пошло, чувство такое сильного удовлетворения. Это и есть то, о чем вы говорите. Начиная с удовлетворения, заканчивая глубоким таким счастьем, которое не нашим чувством является, а чувством Бога, это и есть смысл человеческой жизни. Это перейти с удовольствием, которое все люди испытывают на этой земле, ну или стремятся к нему, по крайней мере. Вот к этому удовольствию, которое исходит, вот сейчас, вот сейчас вы его испытываете. Вот сейчас оно у вас случилось. Это вы просто на меня смотрели, а сейчас начали смотреть вот с этим чувством, которым я говорю, я его увидел. Это и есть, это исходит от Бога. Это Он начал в вашем сердце жить. Вот. Спасибо. Вот. И вот это и есть смысл человеческой жизни. Мы должны всегда наблюдать за тем, как Он реагирует и делать то, что Ему приятно. Стараться не делать то, что Ему неприятно. Мы, конечно же, много времени уделяем на вот эти глубокие отношения с Богом немножко другого плана. Мы, когда мы в сердце размышляем о том, как, зачем они так сделали, почему они так себя вели там и так далее. Ну, такое вот размышление. Допустим, вот девушка вот сидит на последнем году. Вы, да, вчера утром вот очень сильно об этом думали. Ну, о том, как они могли вот это вот, ну, вот такая примерно тема. Это тоже с Богом. Это не с Ним, это с Богом разговор. И мы на это очень много времени уделяем. Очень много. И вот здесь у нас очень идет глубокая беседа такая, глубокая очень. И мы в нем проявляем свои страдания, жалуемся Богу на вот то, что произошло. Но надо, кроме этого, еще две вещи делать. Первое, быть ему благодарным за то, что он нам дал. Потому что мы все очень быстро привыкаем ко всему, и у нас все нормально. Вот. Быть благодарным надо учиться. Это очень сложно. Вот, допустим, даже элементарно радоваться Солнцу. Вот, допустим, нас врачи научили, что Солнце вредное. Кто вот чувствует сердце, что Солнце вредное поднимите. Вот это ощущение является полным безумием. Потому что Солнце — это источник жизни. И вот мы сегодня стояли на Солнце. Лечились Солнцем. И оно дает мне, вот сейчас дало энергию оптимизма. Это тоже означает благодарность. Благодарить свежий воздух, Солнце — это такая опосредованная благодарность Богу. Но это тоже, она продлевает жизнь. Потому что Солнце дает человеку ту энергию, которая нам очень сильно нужна. Это энергия оптимизма такого внутреннего. Если человек боится Солнца, то у него подсознательно оптимизма нет, не входит. Нужно радоваться Солнцу. И бояться его радоваться, когда оптимизм входит внутрь. Это один вид благодарности. И благодарность за то, что Бог нам дает. И второе, что нужно делать, это стараться действовать на платформе знаний. Допустим, у нас есть определенные желания в жизни, которые нас ведут. Мы чего-то хотим и в эту сторону движемся. Это через судьбу происходит. То есть судьба заставляет нас хотеть. А есть еще знания. Когда человек получает знания и начинает на платформе знания действовать, и он смотрит в свое сердце. И когда мы действуем правильно, то вот здесь в сердце возникает глубокое удовлетворение. И когда человек много раз это удовлетворение испытывает, он потом ради этого удовлетворения начинает действовать. Это уже означает действие для удовлетворения Бога. Вот это самый высокий тип действия. А потом, когда человек много-много действует на этой платформе для удовлетворения Бога и решает в своей жизни, что он не хочет действовать как-то иначе. Когда Бог человеку дает миссию. Что такое миссия? Это когда он на тебя рассчитывает. Ну, не просто дает тебе что-то, а хочет, чтобы точно ты это делал и надеется, что ты поможешь ему. Вот это уже высший смысл жизни. Потому что мы это воспринимаем несколько иначе. Мы как бы хотим какую-то такую необыкновенную любовь почувствовать, от которой волосы дыром встают. Это, ну, часто этот вопрос, он у нас одинаковый. Как можно быстро запрыгнуть на девятый этаж? На девятый этаж быстро запрыгнуть невозможно. Надо заходить в подъезд. И если лифт не работает, то идти по каждой ступеньке вверх. И первая самая ступенька – это то, что сейчас вы почувствовали. Это ощущение не моего счастья, а того, что нас оценивает. Вот когда люди говорят – чувство собственного достоинства. Сама фраза абсолютно глупая. Потому что у нас нет собственного достоинства. Вот если человек, допустим, ведет себя с позиции собственного достоинства, то как бы я, допустим, себя сейчас повел? Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас всех видеть. Или как бы, как себя в этом случае повели бы бременские музыканты, да? «Мы к вам приехали на час, вам крупно повезло!» «Ну-ка, все вместе, уши развеете» и так далее. Это собственное достоинство. Оно ничего общего с достоинством глубоким человека не имеет. Это просто понты. Или неправильное представление о том, как человек вообще должен себя преподносить и как он должен взаимодействовать с людьми. Потому что именно такая презентация является тупым проявлением интеллекта человека. Ну, самое худшее, что может быть, это вот это. Потому что настоящее достоинство означает, что тебя представляет Бог. Ты как бы опираешься на него, смотришь на него, как мы сейчас с вами вот это делаем, и от его имени говоришь. Если ты говоришь «пургу», то, значит, это все поймут, и ты сам это поймёшь. А если ты говоришь что-то хорошее, тогда тоже все поймут, и ты поймёшь. Поэтому вот это представление о достоинстве, оно всегда опирается на совесть. И если человек что-то бессовестное сделал, он уже не может быть достойным, по идее. Он должен раскаиваться, и тогда у него будет нормальная жизнь. Или он будет во что-то играть интересненькое, которое ему самому не будет нравиться. Поэтому всё начинается с жизни по совести. Вот то, что Моисей вот эти заповеди принёс людям, для чего он это принёс? Он как раз показал, с чего надо начинать. Он показал, что если ты заступаешь вот за эту линию, вот туда вот заходишь, дальше говорить о нормальной жизни уже не приходится, потому что Богу не нравятся такие поступки. Он нам даёт человека, и нам надо терпеть друг друга. Мы же хотим любви, а любовь между людьми — это очень больная, штука, потому что слишком много желаний у нас в любви. А мы души, вечные души, и у нас очень большие желания. И человек эти желания выполнить не сможет. Это невозможно. Чем больше желаний у нас, тем больше он напряген. Вот. Вот, допустим, я приехал сегодня, меня начали кормить. Я, допустим, сижу, хочу мороженое, хочу пирожное, допустим. И думаю, блин, и так целый день готовили. Ещё всё мало. Вот. Ну, я так не делал, конечно. Я скромно делал вид, что у меня всё... Ну, правда, там меня завалили пищей. Всё нормально. Ну, я сейчас просто привожу пример, что если человек и так получает многое, ещё и как бы ему мало, тогда возникает осадочек. И надо в данном случае, когда ты испытания проходишь от людей, от близких, надо учиться быть достойным в этой ситуации. Это очень сложно. Особенно тебя, если предают, так вообще очень сложно. Оставаться достойным, человек делать... А давай продолжать теперь жить вот так. Теперь я тебя изменяю, и мы всё равно друг другу любим. Ну, как бы... Любовь — это же божественная штука. Она на простых отношениях не основывается. Она основывается на энергии Бога, который мы взаймы взяли у Господа. Здесь уже вариантов никаких нет. Поэтому... Достоинство начинается отношение с Богом с этого. Жить по совести. Изучать, как это делать. Когда ты можешь с кем-то отношения строить, а когда не можешь уже. Но сохранять отношения с Богом при этом всегда. Это означает совесть ставить выше всего. Если тебе человек говорит, а давай бессовестной жизнью жить. Ты говоришь, нет. А вот у тебя там с этим человеком так много связано. У вас там и ипотека совместная. Там и столько и работа. Там ты у него работаешь. И если ты разведёшься, его гражданство не получишь. Столько всяких проблем. Вот. А надо выбирать Бога всё равно. И Бог тогда уже помогает. Ну, то есть всё начинается с этого. Потому что если ты по совести не живёшь, то тогда ждать более глубокого удовлетворения невозможно. Потому что он нам даёт вот эту жизнь, как проверка того. Ну, допустим, тебе креникард дали, допустим, и ты свалил из Америки там на дольше, чем положено. Тебе говорят, а ты не можешь теперь получить следующую. Потому что ты не прошёл проверку. Ну, точно так же и здесь. Господь нам даёт какие-то правила обычной жизни. И надо эти правила выполнять. Мои хорошие. А можно ещё дополнения? Можно. Опять же, здесь чисто мой случай. Ваш у вас всё нормальный случай. Потому что я внутри чувствую, что у меня есть глубокая обида или какая-то претензия. Вы не поняли друг друга. Не поняли. О, нет, не к мужу, к Богу. Очевидно, от этих ожиданий... Так это претензия к Богу, вы знаете, что она уже с того момента, как вы с Духовным миром свалились. Ну, вот что мне с ним делать? Вот сейчас что я могу делать? Изучать. Изучать. Вот вся эта жизнь в этом мире, это изучение, почему он так с нами себя ведёт. Это мой вопрос. Почему? Потому что есть причина, но мы её не знаем. И у каждого своя. Почему мы здесь оказались? Есть причина, у каждого своя. И цель человеческой жизни – это эту причину полностью понять. И когда у нас уже нет вопросов к Богу, тогда начинается уже жизнь во имя Господа. Но когда мы что-то здесь хотим в этом мире, или у нас с Него есть вопросы, две причины основные, тогда пока жизнь во имя Господа ещё невозможна. Оно есть? Надежда, что я пойму ответ на этот вопрос. В этой жизни. Позапрошлой жизни вы занимались духовной практикой серьёзной. Очень искренне. И в конце позапрошлой жизни вы начали пунктовать. Что-то произошло очень не так. Половина прошлой жизни вы были в отчаянии. Потом успокоились. И когда вы успокоились, но вы уже забыли то, что было в позапрошлой жизни, и начали просто наслаждаться жизнью прошлой жизнью. В этой жизни вы в этом состоянии жизнерадостности родились. Но прошло какое-то время, и вы поняли, что что-то вам этого мало. Вы вспомнили позапрошлую жизнь сердце, вы уже чувствуете. Но вы чувствуете также, что что-то пошло не так. Это называется оскорбление Бога. И это проходит постепенно. Нужно просто заниматься духовной практикой и ждать, когда отношения станут лучше. Но в этом мире может произойти такие вещи, которые мы не ожидаем. Может произойти такое, что самые близкие люди станут далёкими. Могут произойти какие-то необычные события, которые могут вызвать протест сильный. Но если мы глубоко отношения с Богом строим, тогда мы поймём, что это просто испытание. Нас Бог может испытывать. Потому что нет никого выше Бога. Если мы кого-то выше поставили, то дальше будет испытание или стресс, как мы говорим. Небольшой совет. Постарайтесь не быстро делать выводы по поводу людей. Постарайтесь хорошо быть счастливым и свободным человеком. Это хорошо. Но постарайтесь немножечко подождать людей, ждать. Может быть, они не понимают, как себя вести правильно. Или у них другая культура. Они просто привыкли как-то иначе. Не нужно сделать очень быстро выводы. Богу нравятся терпеливые люди. Не вольные птицы, а терпеливые. Ну, видите, опять всё случится у вас уже через меня. Спасибо большое. А я, причём меня накормили, я в хорошее настроение, и я об этом разговариваю. Меня главное кормить. Павел Иванович, извините, в процессе этой лекции можно задавать вам вопросы? Вот сейчас, да, у нас сейчас ответный вопрос. Мы дискуссии, сейчас идём дискуссии. Можете дать дополнение, исправление. Можно вопрос? Да. Вы говорили про совесть, как основную базовую ценность нашего общества. А где прописаны каноны совести? Они в Священном Писании прописаны. Это Господь, в общем, через цветы говорит. Через Моисея, Иисуса Христа. То есть, вы хотите сказать, действия лечения Моисеевых являются конкретизацией понятия совести? Конечно, конечно. А что ещё у нас является? Только те, кто очень близок к Богу, могут нам принести Его послание. Кто ещё может лучше, чем они? Мы же не можем рассчитывать на то, что мы поймём лучше, чем они. Ну, до югаизма существовали другие верования и направления. Например, те же самые веры, которые старее, чем… А Бог ведь в наставлениях вообще не говорит о вере. Ну, то есть, вот это уже наше представление. Допустим, есть представление многих традиций духовных, что вот только вот эта вера правильная. А я же сейчас не об этом говорю. Я говорю о заповедях. О том, что Бог хотел бы от нас, как бы мы жили. Но если говорить о том, как я представляю отношения с Богом, и как представляет моя вера, то ответ у меня лично такой, что каждая вера абсолютно правильная. И сравнивать веры – это как бы… Имеется в виду каждая вера, связанная с тем, что мы верим именно Бога единого. Не то, что там много богов там всяких, а вот есть Бог. Просто Он может в разных обликах приходить, в разных настроениях приходить. И вера означает, что мне нравится вот это настроение Бога. И сравнивать настроение – это все равно, что говорить, что моя любовь к моей девушке лучше, чем твоя любовь к твоей. Ну, то есть, почему она лучше? То есть, у каждого своя любовь. Так же с Богом тоже у нас свои отношения у всех к каждому. Они отличаются друг от друга. И с этой точки зрения нет смысла о заповеди, где говорить. Потому что заповеди одинаковые все примерно. Там большой разницы нет. То есть, в общем-то, и до иудаизма, и до Моисея выключений существовало понятие совести, существовало понятие… Конечно. И были же святые до Моисея. Если не было совести, значит, не было святых. То есть, это неотъемлемый атрибут нашего мира? Конечно. Просто Моисей, как Иисус Христос тоже пришел, говорит, заповедь новую даю вам. То же самое и Моисея. Он просто взял и сказал, другого нет варианта. Он имел в виду, что правила веры в Бога вот такие. То есть, нет много богов, надо только одному Богу поклонять. Ну, как бы об этом говорил. Но, если говорить о той культуре вообще, то она сильно отличалась от той, которая сейчас. Людям проще было вот только так верить и никак иначе, если в шаг в сторону расстрел. Скажите, а до Моисеева, до Моисеева время, то есть, при Моисее этика и совесть были конкретизированы в лечении. И в заповедах была какая-то конкретизация и какие-то записи… Ну, вот это то, что я изучаю. То, что я изучаю. Конкретизация вполне четкая. Какие источники? Ну, для меня самый главный источник – это фундамент ведической философии, это Шимад Бхагават. Это… То есть там тоже есть… Конечно. С самого начала все четко изложено, как бы, как жить человеку. Очень четко. И там, причем… Это научный подход. Причем в Шимад Бхагават там не просто чисто заповеди есть. Там есть еще также и более конкретное понимание, что такое семь дней создавался мир. Семь дней не означает вот семь дней и ночей, которые как бы на Земле прошли. Речь идет о дне Вселенной, который с точки зрения земного исчисления длится миллиарды лет. То есть там конкретно описано, вот этот процесс творения Вселенной описан в миллиардах лет, как это происходило. Вот. И тоже… Это тоже семь дней, но это немножко по-другому, как бы, все изложено более глубоко. Потом там изложено тоже… Там говорится в Шимад Бхагават о размерах атома, говорится о гравитации. То есть вот эти все законы, они изложены в ведических священных писаниях, подтверждая, что древняя мысль, она также не хуже современной научной мысли. Она знала вот эти все вещи. Но чем отличается в данном случае Бхагаватом? Отличается тем, что там идет очень глубокая конкретика. Не только по отношению к заповедям, а также по отношению к тому, почему Бог так себя ведет, что Он личность, что Он может быть не личностью, что Он живет и там, допустим, говорит Бог в сердце. А что значит Бог в сердце? Там выясняется, как Он выглядит, как Он действует. Вот. Бог может быть не в сердце, хорошо, а тогда где? Все это четко разложено. И все это один и тот же Бог. Вот. И говорится тоже, что все священные писания означают одно и то же. Если они о том, о чем надо. Есть ли вариант, что Моисей перенял те заповеди, которые были расширены? Почему нет? Просто есть два варианта всегда. В Ведах описываются два пути принятия истины. Один путь — это непосредственно от Бога, а второй путь — это от священных писаний или от святых, которые сейчас есть на земле. И никто не отменял путь напрямую от Бога. Бог напрямую может давать знания. Допустим, Арджуни напрямую дал на Крокшетре знания. А там какие-то, допустим, Шукадева Госвами в Ведах описано, что он получил знания от своего отца. Ну, то есть все по-разному. Но суть такая, что то, что произошло с Моисеем, никто не отменял. И в Бавишие Пуране в Ведах предсказан даже приход Иисуса Христа в том числе. Ну, то есть тоже это никто не отменял. То есть это все одно и то же. И если взять, допустим, Мухаммеда, он то же самое делал. Он все то же самое говорил, просто уже для своей культуры, для своих людей. И настроение совершенно разное. Вот, допустим, взять мусульман. Они Бога воспринимают как всемогущего. И им нравится быть бесстрашными, величественными. Очень величественные люди, они выглядят очень красиво, величественно. Христианам нравится отношение с Богом как с тем, кто пожертвовал собой. Там доброта, сострадание. Евреи обожают Бога, который провозглашает научный подход такой. Даже для них молитва означает изучение Торы и Талмуда. Ну, то есть все в разном настроении. В своем настроении каждый поклоняется Богу. Разные настроения. И об этом есть смысл, потому что это называется близкие отношения с Богом. Они у всех разные. Даже в ведах описывается, что есть, допустим, настроение быть матерью Бога. И, допустим, у Суса Христа была мать, ей поклоняются все. Вот. Я не знаю, почему у Моисея матери не поклоняются. Но, как бы, тоже нормально. Да? То есть у Кришны тоже была мать, ей поклоняются. И это с духовной реальности идет. Все отношения с Богом в вечную природу имеют. Но это не то, что… Вот, допустим, может ли у Бога быть мать? Если у нас может быть мать, то откуда взялись эти отношения? Эти отношения все взялись из духовной реальности. Они вечные. Это значит, что это все от Бога идет. Если есть мать, есть отец, у нас есть друзья, дружеские отношения. Это все от Бога идет. Это не наша. Энергия любви не наша. Тут не наша. Это не наша энергия. Это божественная энергия. Люди любят божественные качества друг друга. Но эти божественные качества тоже Бог дает. Это не наши качества. Вот, допустим, у женщины доброта, нежность, красота, верность. То, что бесконечно приятно смотреть. Это все Бог подарок женщине дал. Потому что развитие личности означает, что мы сами достигаем чего-то. Но у женщины априори с рождения есть верность, чистота, доброта, нежность. Но, другими словами, это все легко поддерживать, развивать для женщины. А мужчины легко поддерживать, развивать храбрость, рассудительность, терпение, щедрость, ответственность. Это все божественные качества, которые в подарок человеку даются. Будем им пользоваться или нет – другой вопрос. И любовь означает любовь между этими качествами, которые опять божественную природу имеют. Можно человеческие качества любить? Вот, допустим, в мужчине человеческие качества какие? Человеческие качества. Упрямство или ашливость. Похотливость, наглость. Можно любить? Можно делать вид, да? Терпеть. Терпеть. У женщины какие человеческие качества? Стервозность. Расстрашивательность, взбалмошность, эмоциональность. Ну, женщины так по-доброму о себе говорят. Мужчины немножко по-другому. Лень. Обидчивость. Ну, да, как мы уже сказали. Пугливость. Человеческие женщины, женские качества можно любить? Да. Женщины уверены просто, что может. Нет. Любить может только божественно. Какая хорошая. В женщине все надо любить. Правда ведь? Так женщины чувствуют и думают. В женщине все надо любить. Что значит нельзя? Илья Геннадьевич ничего не соображает в этом вопросе. Я не против. Но любовь это божественное. Божественное. Мы договорились с вами или нет? Мы... Какой? Вы перешли немножко... А я это все одна и та же тема. Это тема, которая указывает на то, что есть разные настроения в отношении с Богом. И даже любовь человеческая, она божественная. И почему тогда не может быть божественных разных настроений в отношении с Богом? Есть те, которые мусульмане любят настроения. Это зависит от того, а можно ли считать схожие принципы веры у разных религий, разных народов, как истинную веру в Бога? То есть схожие черты этических норм? Конечно. Как истинную веру в Бога? Да. У одного святого царя спросили, что ты считаешь истинной верой? Он сказал, добросердечие я считаю истинной верой. То есть он даже не сказал, как там поклоняться, ничего. Он настроение человека обозначил. И тут несколько аспектов истинной веры есть, они в бедах тоже описаны. Первый аспект – это вера в единого Бога, как евреи утверждают, это их основной постулат. Потом дальше – это присутствие священных писаний, которые проверены временем, то есть они не меняются со временем. Потом дальше следующее правило – это цепь преемственности, что знание не прерывается, означает Бог его поддерживает. Следующее правило – это святость. Ну то есть должны быть святые. Если святых нет, значит нет контакта с Богом. Кто-то должен быть просветленным, потому что это энергия Бога просветления. Письменность не обязательно может быть, потому что в бедах не было писанности, они из устно все передавали, но тогда была другая память. Допустим, Шукадева Госвами от отца запомнил, по-моему, 300 тысяч стихов в Шимадбагу, без всяких искажений. И тогда, если такая память, то зачем нужна и писанность? Но сейчас мы двух слов запомнить не можем. У нас в бедах говорится, что у ученых в наше время будет две головы. Вот одна голова, а вот вторая. Сказание сбылось. Мы ничего не запоминаем. Какая тогда у нас может быть без письменности вариант постигать истину? Там, понимаете, как они постигали? У них есть санскрит – это такой очень интересный вид языка. Я думаю, что древний иврит такой же, где нельзя ничего выдумать. Потому что вот составили санскритскую шлопу. Она составляется по определенным законам. Эти законы настолько глубокие и сложные, что если человек что-то поменял, там одну букву в этой шлопе, то это могут ученые санскритские понять, что это не древняя шлопа. Это что-то уже кто-то там накуролезет. Потому что там ничего не поменяешь, там все строго очень. По строгим правилам это все делать. Громатики древние. Рифмы там, ну и так далее. И фактически эти слоки писать обычный человек нереально было. Ну, то есть это божественное правительство должно было, чтобы ты мог написать вот так по этим законам что-то такое, чтобы это еще и было истинным, а не просто там набором слов. Поэтому изустная передача знаний очень опасна в этой связи, потому что можно же исказить. Даже я просто у меня много работы с людьми и в этой работе я понял, что когда тебе кто-то о ком-то говорит плохо, то не надо вот прямо сразу сходу это принимать за абсолютную истину. Ты потом того человека спроси, он тебе скажет практически то же самое, но это будет не то же самое. И совсем другое, ну как бы, восприятие, и другая цель, и все другое. Внешне кажется вот так. И это очень опасно, поэтому просто, как есть такая игра испорченный телефон, да? Человеку говорит одна, через 20 человек уже другая фраза получается. Поэтому это может быть опасно. Но я не против какой-то веры, просто я высказываю свое мнение. Спасибо. Олег Геннадьевич, у меня вот такой вот вопрос. Здравствуйте. Я очень давно слушаю вашу лекцию, уже лет 13. Я бы не смог. Я хотела вас спросить, что веды говорят вот про инопланетные цивилизации? Потому что сейчас очень много есть ченнелеров, которые говорят на языке света, like light language. Алини активизируются очень это сейчас на западе. Ну давайте, ну знаете, все это как бы как немножко примитивно. Вот допустим, ангелы это инопланетные существа или наши местные? Вот ангелы, которые вот рисуют там, это и есть инопланетные существа, которые нам помогают в жизни, приходят там архангелы всякие. Мы это тысячу раз слышали, видели, что приходят к людям помощь в виде личности или просто звука или поступков каких-то событий. Понимаете? И это инопланетные существа. Есть два варианта таких инопланетных существ. Один вариант – это в ведах описано Тайки, а другой вариант – Дановы. Фактически в ведах описано, что на заре творения Вселенной был такой мудрец Кашьяпа. И у него было две жены. Одна жена зачинала ему детей строго по законам священных писаний, а другая потребовала зачать ребенка в неурочное время. И когда она это требование сделала, то он отказался это делать. Но потом к нему пришло божественное видение, что надо согласиться, потому что нужен именно другой класс живых существ, которые будут создавать проблемы всем. Для того, чтобы все развивались. Как нас бьют, а мы крепчаем. И тогда возникли Дановы или демоны. Они возникли от одного и того же отца, две жены. И если говорить о демонах, то это божественное создание. Это как ангелы, только они ненавидят Бога. В этом разница. Одни по божественным законам себя ведут. А божественный закон говорит, не вмешивайся, если тебя не просят в жизнь людей. Вот они молятся, просят, если они достойны, приди и помоги. А если не просят, не лезь. Но Дановы или демоны, они не спрашивают никого. Они прилетают сюда, делают эксперименты с людьми. Вот. Но даже если говорить, допустим, как бы мы говорим с вами о каких-то присутствии каких-то инопланетян. Но, понимаете, все гораздо проще. Вот, допустим, вы когда фильмы смотрите со всеми звездными войнами и все прочее. Вы думаете, что это не откуда взято? Если вы изучали тонкий мир, тонкую реальность невидимую, вы бы знали, видели точно, что есть технократические низшие миры, из которых приходит вот это влияние. Понимаете? И даже Эппл, вот эта энергетика, она тоже не с потолка взята. Это тоже определенная энергия определенных низших планет. И есть уполномоченные личности, которые приносят это, они получают за это богатство, славу. И люди, когда они стремятся к этим мирам низшим, они это очень сильно хавают. Если то же самое, допустим, фильмы про святых. Вы что думаете, это просто так? Это тоже влияние уже высших миров. Вот, допустим, я смотрел фильм про Падре Пио. У него также, как у святого Франциска, в честь которого этот город назван, у него постигли, возникли стигмы. Ну, то есть, как у Иисуса Христа он взял. И когда настроился, начал молиться, я увидел эту личность. Она прямо точно была передана в фильме. И эта личность до сих пор принимает грехи, как Иисус Христос идет его путем, этот человек. Он уже ангелом является. Он на высших мирах находится, в высших мирах. И прямо, как бы, нет проблем, может посмотреть, как я вот за всех страдаю, как я увидел это. Ну, то есть, есть фильмы, которые свыше приходят к нам. И они нам выше, выше живых существ, ангелов дают контакт с этим знанием. И в сердце возникает благодать Божия, когда ты эти фильмы смотришь. Но их мало. А в основном, вот это все, как бы, крюгеры всякие там. И всякая вот эта мура. То, что, мне кажется, девушка имела в виду, что популярна сейчас теория, что прямо сейчас рептилоиды управляют нашим миром, правительством. Я думаю, что есть три типа веры, и в соответствии с этими тремя типами веры есть также три типа действий, которые по отношению к людям совершаются. Есть вера в Бога. Вот, допустим, если я во что-то не верю, как мной можно управлять? Только с помощью силы, да? Насилие надо мной совершать. А как еще? Объяснить мне, как интеллектуру. Я постигаю меру интеллектуру. Ну да, то есть, мне можно веру эту прививать. Объяснить так, чтобы я поняла, чтобы меня кликнуло. А, то есть, манипулировать, да? Регинать деньгами. Деньгами, да. Вот я поэтому и говорю, есть три типа веры. Есть вера в Бога. Когда человек верит в Бога, то он живет по законам Бога и получает силы от Бога полномочия и помощь. Второй тип веры – это вера, можно по-разному назвать. Вера в себя, вера в деньги, вера во власть, в славу, вера в деньги, в власти, в славу или вера в себя. Этот тип веры – это вера, которая дает тебе очень сильную зависимость от государства, от того, что здесь происходит. И ты считаешь, что вообще никак с этого вырваться нельзя из этих тисков. Есть вера в злые силы. Ну, что такое вера в злые силы? Это когда ты веришь, что миром управляют властители денег или что сделали искусственно, как бы, что рукотворный вирус, который разрушил людей и разрушают, потому что так люди хотят. Что там всех зачипируют, там также чипы, которые нами потом управляют и так далее. Это все вера, которая означает, что есть что-то выше Бога в этом мире. И эта вера настолько глупая, потому что в этом мире все очень под сильным контролем находится. Каждый атом, каждый атом нашего организма… Почему мы так долго живем? Если бы все было в хаосе, ну мы бы быстро развалились. У нас есть какой-то сильный статус-кво внутри, о котором я, кстати, буду на лекциях говорить, если вы будете совершать те действия, которые нам уже предписаны свыше для продления жизни. Это не ядерно-магнитный резонанс там или гербалайф. Это действия, которые описаны в древних писаниях. Я вам расскажу, как продлевать жизнь согласно этим действиям и как это работает. Я это серьезно изучил. Если это все делать, то действительно продлевается жизнь. Все зависит от настроя. Вот если человек, допустим, настраивается на то, что есть злые силы, которые нами управляют, то дальше куда путь? Человек куда идет дальше в своей жизни? Он идет в домик неизвестного архитектора, в котором двери открывают с одной стороны. Это называется влияние злых духов. У него в глаза становится взгляд такой определенный. Он начинает четко видеть, как людей портят, как с глаз работают. И все это очень подробно описывается в фильмах ужасов. Если их смотреть, там прямо вот это все там... Мяу-мяу-мяу-мяу. Вот там. Вопрос можно? Погодите, я все на этот не отвечу. И в чем суть, как бы, ответа моего? В том, что есть три силы, в которых люди живут. И эти силы обусловлены типом веры. Некоторые люди живут в этом шизофреническом пространстве страха. Вирус возник по воле людей. Но, мои дорогие друзья, я вам легко сейчас объясню, что вы не правы. Вот если вы так считаете. Легко. Есть пару лекций, ну, лет 15, может, назад, которые я читал. В которых, как мне напомнили мои слушатели, я говорил о том, что, начиная с 2019 года, начнется плохой период. И будет, скорее всего, вирусная какая-то большая инфекция. Потом война, там, и так далее. Это все откуда мне было знать, если это люди сделали. Вот и все. Да ниоткуда это свыше все уже было предопределено. Понимаете? И я четко видел эти события много лет. Что будет трудно на земле. Потому что был вопрос. Там все говорили о конце света в 12-м году. Он действительно произошел. Вот у меня в Ильском поселке, где я живу, вырубили свет прямо в этот день. А потом начало света началось через час. Вот. И все сбылось. Но если говорить о настоящих событиях, то я на лекции говорил, в 12-м ничего не будет. Будет в 19-м. И закончится в 24-м. А? Еще год и еще день просто эти ночь продержаться. А? Еще год и еще день просто эти ночь продержаться. К концу света в 12-м году. Я говорю, как вы собираетесь готовиться? Она говорит, ну я буду вот запасаться там туда-сюда. Я говорю, давайте два варианта. Давайте рассмотрим с вами. Я до 12-го года счастливо живу, веря, что никакого конца света не будет. Я живу счастливо, делаю свои дела, радуюсь жизни. А вы два года мучаетесь, спасаетесь, трясетесь каждый день. Я говорю, вам как больше нравится? Она не сильно поняла, о чем я говорю. Одно другого не отменяет. Можно жить счастливо и готовиться к концу света. Знаешь, что конец? Рептилоидов вспомнил. Мои хорошие, все находится под контролем Господа. Даже травинка не шелохнется без воли Господа. Все под волей Господа находится. Если сильно верить в рептилоидов, тогда, как бы, значит, у вас другая вера. Но она тоже не отменялась. Потому что во что бы человек не верил, он обязательно достигает этой природы. То есть, кто верит в рептилоидов, эти рептилоиды к нему обязательно придут. Вопрос только в каких обстоятельствах жизни. Это произойдет в домике неизвестного архитектора. Ты с ними встретишься, там, с этими рептилоидами. Ты будешь их видеть, чувствовать. Доказывать всем миру, что они есть. Все будут тупить в это время и жить своей нормальной, тупой и глупой жизнью, в которой нет никакого понимания о рептилоидах. Есть один анекдот на эту тему. Мужик стоит в очереди. Детский анекдот вспомнил. Мужик стоит в очереди и спрашивает, что продают. Он говорит, шуршики. Блин, какие шуршики. Надо посмотреть. Ему говорят, да шуршики что-то как бы. И он в очереди стоял, стоял, купил, разворачивает. А там, правда, шуршики. А? Бумага, шуршики, да. Ну, шуршики – это просто шуршики. Это нельзя объяснить. То надо в очереди простоять. Так же рептилоиды. То надо в очереди простоять и как бы… Есть Бог. Этот мир существует вечно. Есть вера в Бога. Те, кто верит в Бога, они идут к ангелам. Те, кто верит в рептилоидов, идут к рептилоидам. А те, кто делит деньги, идут к деньгам. Ну, то есть, каждый идет туда, во что он верит. А где есть то, что делать? Жить дальше, потому что это определенные этапы развития. Атеистм – это определенное восприятие мира. Это не то, что неправильная вера. Атеисты чувствуют могущество материи. Они настроены на материю в своем сердце. Они чувствуют ее законы. Потому что есть разные этапы развития. Допустим, есть, когда человек чувствует материю. Потом есть тонкий мир, тонкое сознание. Его тоже можно чувствовать. Это уже другое восприятие мира. Например, поэты, музыканты. Они очень сильно. Унылая пора, очей, очарование. Приятна мне твоя прощальная краса. Пышные природоувидания. По Греции золото. Где даже надо все видеть, чтобы это описать. Человек видит природу, видит глубину человеческой натуры. Это тонкое видение, тонкая реальность. При этом не может быть атеистом или агностиком? Уже все. Это другое уже сознание. Потому что человек чувствует любовь. Он чувствует какие-то глубинные вещи, которые происходят. Они вне закона. Вот, допустим, атеист говорит, что все подчиняется законам. Вот, допустим, я иду, смотрю человеку в затылок. Он поворачивается и смотрит на меня. По каким физическим законам это произошло? Что из моего взгляда исходит сила. Какая-то электромагнитные волны, которые вызывают возбуждение в затылке у человека. И он затылком говорит... Вот, или, допустим, другой пример. Мой личный. Я про свои примеры говорю. Личные. Это тонкое восприятие, мы говорим, да? Допустим, я служу в армии. Меня отправили в учебу, ну, как бы на учебу там, как называется. Из сны. Ну, там... Учебные, как бы... Сборы. Сборы. Как там, да. То есть, мы приехали в лес. Там была зима. Поставили брезентовые палатки. В них двояруса мы спали. Нужно было подержать печку, огонь. И я там дежурил, сидел в фуфайке, бросал дрова. И мама мне пишет письмо. А тогда не было айфонов, там, интернет. Она мне написала письмо, которое я получил уже после этой... Потому что там письма туда не доставляли. И правильно. Нельзя оттуда писать, и нельзя оттуда писать. Я приехал уже, и она мне пишет. Говорит, я что-то давно, сынок, писем от тебя нет. Я так волнуюсь. Что с тобой произошло? Я видела сон, что ты сидишь в брезентовом домике. И фуфайке бросаешь дрова в железную печку. А кругом какая-то странная обстановка. Там стоят двухъярусные кровати. Куда она это узнала? Как она это увидела? Меня конкретно. Под каким физическим законом это произошло? Если люди видят тонкую реальность, они уже начинают воспринимать мир по другим правилам. И они уже как бы физически вот эти законы уже не признают. И поэтому восприятие совсем другое. Допустим, люди, которые атеисты, они лечатся таблетками. Они признают законы химических всяких взаимодействий в организме. А люди, которые тонкую реальность признают, они уже начинают сыроедением заниматься. То есть они чувствуют прану. Чувствуют, что прана лечит. И они уже пищу воспринимают с позиции праны. Они говорят, какие таблетки? Там нет праны. Как они вообще могут вылечить? Они лечатся праной. Они начинают лечиться энергиями земли, воды, солнца. Они чувствуют вот это все. И им таблетки уже не нужны. А есть люди, которые лечатся молитвами. Это уже духовная энергия. Это еще выше восприятие. И каждый это все воспринимает реально. То есть... Но это не противопоставлено науке. То есть наука не отрицает долгие тела. А даже объясняет многие. Ничего она не объясняет. Она противопоставляет. Я когда начался вирус, я вылечил одного высокопоставленного человека от уже вирусной пневмонии за несколько дней. И лекарства предоставил науке. Поговорил в одной стране с министром здравоохранения. Вот. Которому объяснил принципы, по которым созданы лекарства. И говорю, так как в это время не было вообще никаких лекарств. И все были в шоке. Я говорю, давайте хотя бы временно. Вот так людей полечим. На что очень жестко получил ответ. Жесткий ответ. Что это не научно. И сейчас, если я свои вот эти вот выкладываю, эти все вещи, их сразу банят. Поэтому говорить о том, что наука признает тонкое понимание вещей, которым я учился в древней медицине. И я знаю эти законы четко, как они работают. И могу исполнить очень хорошо, сделать какое-то лекарство, которое будет помогать. И в данном случае я его сделаю. И оно у меня до сих пор есть. И я этим лечусь уже два года. И не болею. Брызгаю себя в нос. У меня 8 масел я смешал, которые противовирусно действуют. И очень практично. Вирусы попадают на слизисты сначала. И сидит какое-то время. Масло, если на них сидит. 8 часов масло на слизистах сидит. Я как бы... Человек... Вирус попадает на масло на это. Или ослабевает свой действие. Или он вообще погибает. Это прекрасные средства. И можно было им много что сделать. Но я был забанен жестко. И говорить о том, что современная наука все это признает. Где она это признает? То есть я написал статью научную по действию драгоценных ко мне. Это была первая научная статья в этой стране. И она прошла. Но дальше в этом направлении писать какие-то вещи и еще защищаться, это было очень жестко. Ну то есть, а когда я написал диссертацию кандидатскую по своим лекциям. И там было слово духовное стояло. Меня там урыжили полчаса. Дай определение слова дух. Пока один из тех, которые меня экзаменовали, доктор наук, не встал и не дал определение Владимира Ильича Ленина. Слово дух. Все заткнулись после этого. Не могли бы, пожалуйста, поделиться рецептом масла? Я могу вам вкратце сказать, как это делать. Есть такое рыжиковое масло. Вот оно является основой. И я просто дам вам так, как вам будет возможно сделать. Берете десять частей рыжикового масла. Потом две части масла куркумы. Не эфирного масла куркумы, а масло натурального куркумы. Все масла не эфирные. Натуральные масла. Потом дальше пол части, из десяти, пол части масла черного тмина. Пол части масла гвоздики. Пол части масла. Можете просто смешать. Рыжиковое масло с двумя частями куркумы уже будет круто. Но если вы найдете еще остальные, то будет еще лучше. Пол части масла лаврового листа. Дальше одна часть масла эвкалипта. Сколько я перечислил масел? Там у меня восемь? Шесть. Шесть. И еще пол части масла Нима. Слышишь ли? Ним такое дерево. Все. А одно масло вы не найдете здесь. Это масло хвои сосны. Оно как скепидар продается. Но скепидар не надо. Это жестковатая штука. Там есть другой вариант, но только в России делают. Ну, вам и семь хватит. Если вы все это смешаете, то получится классная штука. Вам надо купить спрей в аптеке. Детский. Детский спрей любой. Вылить оттуда содержимое. Промыть хорошо. Залить масло и брызгать перед тем, как вы пойдете к людям. Семь часов будет держаться. Один раз брызнули в одну на взрыв. Второй раз в другую. Третий в рот. Ну, это по-простому. А то, что я смешал там в миллиграммах. Вот. Это мое ноу-хау. Спасибо. Потому что если я вам дам миллиграмма, то кто-нибудь сделает, будет зарабатывать деньги. Давайте тему закроем. Это очень важная и серьезная тема. В современной культуре многие люди очень сильно страдают мозгами. Сильно страдают мозгами, потому что они не понимают силу веры. Если человек реально начинает верить, что люди управляют этим миром, а действительно что-то люди делают. Допустим, люди могут сделать вирус. Они могут рукотворно сделать вирус. Но запуск процесса осуществляется Богом. Это Бог. Почему Богом? Я вам сказал, что это было предсказано. Что в 19-м году будет этот процесс. Значит, уже Бог давал знания людям. Он говорил, я ничего не скрываю. В 19-м году, кто хочет смотреть, смотрите, будут проблемы у людей по их судьбе же. И проблемы будут из-за вирус. А дальше Бог дает людям полномочия. И они там что-то изобретают и так далее. Но говорить, что именно люди являются вершителями этого действия, это глупо. Действительно, существуют могущественные люди. Но все они благополучно помирают. Если они такие могущественные, пускай остановят процесс своего умирания. Почему они все загибаются? Потому что они не такие могущественные. Если бы они были могущественные, они бы сами себе жизнь давали. Сами бы ее заканчивали или вообще не заканчивали. Но если они здесь все помирают, как все остальные, в чем могущество заключается? Могущество означает, я могу вечно жить. А все остальное происходит по воле Господа. И здесь самая главная воля-то в чем заключается? В том, что на что настроишься, таким и станешь. В этом мире много видов сил есть. Эти силы все через сознание идут. Если ты свое сознание настраиваешь на одно, получаешь одно. Настраиваешь на другое, получаешь другое. На что настроился, на то и получил. Спасибо за просмотр!